Интересное это дело, собирание сведений о своем прошлом, о полузабытых людях, о местах, мимо которых порою проходишь не задумываясь, а ведь за ними история, и какая история. Я с удовольствием передаю микрофон стажеру Русской улицы Владиславу Винсковскому. Он покажет нам Вильнюс таким, каким уверен мы его еще не видели. Я до сих пор хорошо помню впечатление от первой встречи с этим местом. Пять лет назад, в такой же осенний день, я вдруг свернулся с сосновой дороги Антаканевского кладбища и пошел по сосновой аллее, где раньше никогда не был. Скоро в конце аллеи начал виднеться монумент. Уже издали он производил величественное впечатление. В 1918 году немцы, оставляя оккупированную Вильню, оставили этому городу один довольно интересный монумент. Притом оставили его не только немецким солдатам, павшим на этой территории, но и русским солдатам, своим противникам. И до сих пор немецкое посольство оставляет здесь венки, но русское посольство не помнит об этих людях. Надпись на монументе гласит, что он был возведен в 10-й германской армии в 1918 году. Это та самая 10-я германская армия, которая в 1915 году взяла Коинскую крепость и стремительно наступала на Вильню. Натиск германских войск заставил русское командование усилить этот участок фронта тремя корпусами. Удерживая район Вильна, русские войска нанесли противнику большой урон, но теперь бывшие враги спокойно соседствуют на вильнской земле, а над их могилами возвышается памятник с лютеранским и православным крестом. Это не единственный памятник, который немцы за время своего пребывания соорудили в Вильнюсе. Годом ранее аналогичный памятник был открыт в парке Вингис. Там также на одной земле соседствуют бывшие противники. Спящий лев символизирует спокойствие, которое уже обрели павшие, и мир, по которому так тоскуют живые солдаты. Всех наций. Во все времена. Сохранилось множество рисунков и гравюр с изображением исторической башни на горе Бекеша, под которой, согласно легенде, был погребен воевода и близкий друг короля Стефана Батория, Каспар Бекеш. На всех изображениях башня предстает по-разному. Едва ли хоть одно из них доподлинно соответствует оригиналу. Как пишет исследователь местных древностей Адам Киркорп, вначале обрушилось пять стен башни, а через год остальные три. После первого обвала среди кирпичей и камней был обнаружен череп с головным убором. И после Первой мировой войны местная жительница Мелания Адлузка построила на этом месте оранжерею, где ее муж выращивал экзотические плоды и южные фрукты. Место выбрано весьма недурно. И по сохранившимся документам городские власти не раз требовали эту башню убрать. Но требование не было выполнено, и теперь мы можем ее наблюдать здесь. Во время Второй мировой войны башня, названная Алтаной, была повреждена взрывом бомбы. Но, несмотря на это, она стоит до сих пор. А задача у случайных прохожих – загадка своего возникновения. На рубеже 19-го и 20-го столетий трамвай на конной тяге, именуемый конкой, был довольно популярным видом транспорта в крупных городах Российской империи. Был такой трамвай и в Вильнюсе. Даже для горожан, знакомых с этим фактом, возможно, оказалось бы неожиданным, что в некоторых местах города рельсы того самого трамвая можно увидеть до сих пор. Первая линия Вильнской конки была торжественно открыта 1 июня 1893 года. Она соединяла железнодорожный вокзал с зеленым мостом. В том же году были проложены еще две линии – от Кафедральной площади до Антоколя и от Зареченского моста до Лукишской площади. На Антоколе был также построен трамвайный парк, и безымянному переулку, находившемуся рядом, было присвоено имя трамвайного. Название улицы сохранилось до сих пор. Во время Первой мировой войны работа конки была приостановлена. В начале 20-х годов восстанавливать деятельность трамвая взялся депутат и инженер Людвиг Пикутковский. Он оснастил бывшую конку двигателем внутреннего сгорания. В итоге в Вильнюсе на короткое время появилось транспортное средство, которое по имени изобретателя окрестили пикуткой. Как писал один журналист, Остроумно задуманная машина дрожит, хрустит, сопит и дергается. Пассажиры щелкают зубами, ударяются головами о потолок. Неуклюже толкаются локтями, но пикуток, вопреки злобным прогнозам пессимистов, движется вперед со скоростью 4 км в час. Однако это чудаковатое транспортное средство не выдержало конкуренции с автобусами, и в 1926 году Вильнюсский трамвай ушел в историю. Теперь о нем напоминают только фрагменты рельсов, которые были использованы для ограждения набережной Вильняли.